Привет всем. Добро пожаловать в Фэндом Феникса. И в сегодняшнем видео мы будем говорить о ночах Готэма и разберем 5 лучших вещей, которые фанаты действительно хотят увидеть в ночах Готэма. Теперь я понимаю, что уже есть какая-то конкретная информация об игре, так что это не значит, что мы будем смотреть это видео в полной темноте. Но если мы будем честны, есть очень хороший шанс, что многое в этой игре, возможно, изменилось с тех пор, как мы увидели на DC Фэндом 2020, который был фактическим трейлером геймплея и кинематографический трейлер, который мы получили на DC Фэндом 2021, действительно не разделял много разных, вы знаете, особенностей игры. Итак, мы немного углубимся и поговорим о конкретных боевых действиях, игровом процессе и сюжетных вещах, которые мы хотим увидеть от Готэм Найтс. Конечно, это видео, мое мнение, и оно определенно войдет в мою пятерку лучших. Поэтому в комментариях ниже обязательно оставь свою первую пятерку вещей, которые ты хочешь увидеть, связано ли это с сюжетом игрового процесса. Обязательно оставь комментарий ниже, а также нажми кнопку «Мне нравится», если тебе понравилось, это действительно помогает видео, и подпишись, если ты новичок на канале и наслаждаешься контентом Готэм Найтс. Но без лишних слов, давай войдем в список. Теперь вещь номер один, которую я действительно хочу увидеть, которая поможет Готэм Найтс Ван отличиться от игрокам, а также уже дать ему сходство с этими играми. Это гораздо более яркий и живой Готэм Сити. Теперь это не для того, чтобы стучать по окружению, которое мы получили в играх Акам, которые действительно потрясающе детализированы в некоторых из самых красивых пейзажей, которые мы получили в играх. Особенно, когда я думаю о Готэм Мео и рыцаре Аркхэма. Но если мы будем честны, эта среда действительно может ощущаться как город-призрак. И им действительно не хватает, потому что там нет населения Готэм Сити. Всегда происходит какое-то событие судного дня, когда все остаются внутри или бегут из города. И я думаю, что это действительно лишает Готэма того потенциала, который может иметь среда открытого мира. Потому что в комиксах, мультсериалах и даже фильмах это очень самостоятельный персонаж. И я действительно хотел бы, чтобы по всему городу были гражданские лица. Я знаю, что это то, на что намекали Ви Би Геймс Монреаль, что они собираются делать. Я бы тоже хотел увидеть некоторые вещи, такие как альтернативные погодные циклы, где погода постоянно меняется. Ночи Готэма, надеюсь, тоже будут проходить в течение пары дней. Так что это не один из тех, вы знаете, Бэтмен должен победить всех сюжетных линиях типа «Одна ночь», и в основном просто люди, населяющие город, действительно многое сделают. Чтобы вы почувствовали, что вы на самом деле защищаете кого-то в городе как рыцарь Готэма. И это сделает такие вещи, как живое преступление, немного более интересными и немного более героическими. Теперь вторая вещь, которую я действительно хочу увидеть в «Рыцарях Готэма», это создание какого-то мира в виде кат-сцен, приквела или файлов, которые дадут вам представление о том, каким был Готэм с Бэтменом, и как вы знаете. Некоторые персонажи попали туда, где они есть. Я бы хотел посмотреть несколько роликов, где Дик Грейсон был Робином, и увидеть больше глазами Робина, как он смотрел на Бэтмена, и узнать больше о предыстории отношений, которые были у каждого отдельного рыцаря Готэма с Брюсом Уэйном, прежде чем он скончался или считается мертвым в игре. Я чувствую, что это было бы действительно интересно посмотреть, потому что один. Это дало бы тебе возможность включить Бэтмена в семейную игру «Летучая мышь», где он не обязательно крадет центр внимания или спасает положение. Но он в игре, и вы можете увидеть динамику, которую он имел с остальными персонажами в игре, а также. Я действительно увлекаюсь строительством мира, вы знаете, созданием новой вселенной, подобной этой. Так что я бы с удовольствием посмотрел кое-что из предыстории, например, о, что случилось с Джейсоном Тоддом и Джокером. Или что произошло между Диком Грейсоном и Бэтменом, из-за чего Дик Грейсон стал Найтвингом. Я думаю, что все это действительно ценные сцены, которые действительно улучшили бы историю игры. И, конечно же, одна из самых востребованных вещей, которые я видел в Гаттам, это, надеюсь, начальная миссия и учебное пособие этой игры, это то, что ты играешь как Бэтмен, переживающий свою смерть и то, что произошло. Я думаю, что это было бы действительно потрясающе. Я знаю, что это отчасти шутка, но мне бы очень хотелось увидеть это в игре, и это тоже как бы встроилось в это. Накапливаешь, знаешь ли, знания до событий рыцарей Готэма. Третьим номером будет Демион Уэйн, и причина, по которой я говорю о Демионе Уэйне, заключается в том, что мне кажется почти странным, что его нет в игре. У нас есть все остальные крупные малиновки. Почему Демион еще не замешан в этом деле? И я знаю, что он один из самых востребованных персонажей, которого люди действительно хотят видеть. Так что я думаю, что он действительно хорошо подошел бы для этого. И мне очень-очень нравится видеть, как он справится со смертью Бэтмена, а также с такими персонажами, как Райталия, которые всегда приветствуют со мной в любой истории о Бэтмене. Потому что в комиксах о Бэтмене есть некоторые из моих самых любимых персонажей, но не один, только Демион. Я думаю, что есть много удивительных персонажей семейства летучих мышей, которых ты можешь включить. На мой взгляд, это было бы почти так же захватывающе, если не больше. Например, некоторые персонажи, которые также вписывались бы в эту форму, были бы такими персонажами, как Люк Фокс или Кассандра Кейн. Охотница за спойлерами была бы желанным дополнением. Я просто выбрал Демиона, потому что он вроде как самый популярный из всех них. Появление под номером 4 будет еще одним сюжетным элементом, но я думаю, что это жизненно важно. И это использование других злодеев, чем мы получили в играх Аком. И я знаю, что игры Аркхэма включают в себя множество галерей разбойников Бэтмена, но я действительно думаю, что в Рыцарях Готэма, чтобы добиться успеха, нам нужно увидеть, как другие злодеи получат шанс проявить себя. Это не значит, что я не хочу видеть таких персонажей, как, скажем, Джокер, Пугало или даже Ридлер, появляющихся в Гаттам Найтс. Я думаю, что все они могли бы занять свое место в игре и внести большой вклад в историю. Но мне действительно нравится, что мы начинаем с того, что Судсов становится главными злодеями. И я надеюсь, что другие менее известные злодеи или злодеи Бэтмена, у которых не было шанса проявить себя в играх Аком, действительно получат шанс проявить себя и действительно сыграть заметную роль в этой игре. За пределами Дворосов есть пара злодеев, которые действительно приходят на ум, и я хочу их увидеть, в том числе Смертельный Удар, Тишина, Безумный Шляпник, Лицо со Шрамом, Прометей, Двуликий, и это лишь некоторые из них. Конечно, некоторые из этих злодеев действительно сыграли определенную роль в играх Аком, но я надеюсь, что в Гаттам Найтс, если они в конечном итоге появятся, они на самом деле будут играть гораздо более заметную роль, чем в играх Аком. И появление под номером пять — это настоящая кастомизация и добыча, которая позволяет вам по-настоящему изменять своих персонажей и заставлять каждого отдельного рыцаря Готэма чувствовать себя своим и полностью отличаться от того, что может быть у вашего друга. Часто разработчики игр всегда обещают, что добыча действительно изменит то, как вы играете, но часто это просто средство повышения уровня, вместо того, чтобы на самом деле изменять то, как вы играете. И я думаю, что это также может во многом сочетаться с костюмами, которые мы собираемся получить в игре. Теперь конкретные детали о добыче и шкурах немного не ясны, поэтому я собираюсь сделать некоторые предположения, но мне бы очень хотелось, чтобы были разные варианты костюмов, которые позволят вам преуспеть в определенных областях. Первый, например, если у тебя есть конкретная скрытая миссия. Я надеюсь, что есть почти такие же стелс-версии каждого костюма, которые позволили бы тебе быть менее заметным. Или так же, как если бы ты столкнулся со злодеем, таким как Мистер Фриз, я хочу, чтобы был конкретный костюм Робина, как в дополнении Холодное Сердце, в котором у Бэтмена был этот конкретный костюм для борьбы с Мистером Фриз. Я думаю, что все это действительно потрясающие вещи, которые было бы здорово иметь, а также вы могли бы добавить к этому гораздо более исследовательскую сторону, сказав, «О, мы только что столкнулись с нашей первой дракой с Мистером Фриз». Теперь мы должны выйти и действительно найти вещи, которые помогут нам победить его во второй раз. Что-то в этом роде. Я знаю, что это довольно расплывчатое, вероятно, немного сбивает с толку. Но я хочу, чтобы добыча действительно что-то значила в игре, а не казалась рутиной, и это задача, которую нужно выполнить. Иногда бывает трудно найти баланс, но я действительно надеюсь, что разработчики из WWE Games в Монреаль придумают что-то, что сработает. Но это завершает мой список главных вещей, которые я хочу увидеть в Gotham Knights. Еще раз, обязательно в комментариях ниже прокомментируй то, что ты хотел бы увидеть. Подпишись, если ты новичок, и нажми кнопку «Мне нравится», если тебе понравилось. Но большое вам всем спасибо за просмотр, и я увижу вас всех в другом видео.